Новости в эфире. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. В Архангельске подтвердили новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе их шесть. Заболевший член экипажа судна, приширтовавшегося в порту Архангельск. В региональном оперативном штабе сообщили, что больной госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Все, кто с ним контактировал, изолированы от окружающих. На сегодня у нас для текущей ситуации коек достаточно инфекционных. Это 370 штук. Но мы готовимся, естественно, к пессимистическому сценарию. И на сегодня начата работа по переформатированию и подготовке дополнительного количества коек. Уже подготовлено 46 коек. До конца недели их количество возрастет до 176. Хочу обратиться ко всем северянам. Пожалуйста, оставайтесь дома. Если нет экстренной необходимости получить медицинскую помощь, купить продукты питания, направиться на работу, оставайтесь, пожалуйста, дома. Добавлю, что всего под наблюдением сейчас 1839 человек. Нарушение правил полной изоляции влечет административную ответственность. И уже завтра в нашем эфире новая программа «Конфликт. Соль и перец». На площадке столкнутся представления обывателей и экспертов о порядке вещей. Первая тема – коронавирус. Новые угрозы. Будем готовы. Посмотрим все вместе, чья возьмет. Смогут ли профессионалы убедить любителей, что народная правда и неправда вовсе? Первая битва уже совсем скоро. Смотрите новую программу на телеканале «Регион 29». Завтра в 12 часов 15 минут. Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса. Согласно нему, не должны начисляться штрафы и пени. Нельзя требовать досрочных выплат. Не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки. Физлица и ИП, взявшие в кредит до 1 апреля, смогут до 30 сентября обратиться в банк, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год. То тогда предоставляются для человека как по потребительским, так и по ипотечным кредитам налоговые каникулы сроком на 6 месяцев. При этом ставка соответствует всего только 1 трети от той ставки, которая была взята в банке. Банк должен рассмотреть ваше заявление в течение 5 дней. Несмотря на объявленную самоизоляцию, многие из нас по-прежнему вынуждены ходить на работу, посещать магазины, аптеки и ряд других мест скопления людей, где вопрос защиты от коронавируса стоит особенно остро. Некоторые видят эту защиту в масках. Правда, где их брать, если аптеки опустили, да и стоит ли, разбирался Алексей Карельский. Подводные лодки отошли в тень. Главное стратегическое производство сегодня – изготовление медицинских масок. Именно с их помощью старый млад держит оборону против коронавируса, хотя Роспотребнадзор не раз говорил, что нужны они далеко не всем. Совершенно не стоит паниковать и скупать всё подряд. Маски, безусловно, необходимы заболевшему человеку и медицинскому работнику, который оказывает помощь. А вот цитата с сайта регионального управления Роспотребнадзора. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Народ ринулся в аптеки. Масок нет, а почему нет? Раскупили. Ну, в РПР их раскупили, во-вторых, заказать не можем, нет на дистрибьюторах. А не обещают, когда они появятся? Неизвестно. Наступление агрессора на психологию масс оказалось столь стремительным, что профильные компании не успевают шить защитные изделия. На помощь пришли те, кто ранее с масками не сталкивался. Вот и предприятие Андрей Есипова временно перепрофилировалось. Обычно здесь изготавливают одежду. Опыта не было, делали сами, пробовали на себе, редактировали. То есть, ну, пришли к такой оптимальной анатомической форме, которая удобная. Разработаны два вида масок. Один простой, двухслойный, а второй еще с карманом для вкладыша внутри. То есть, туда можно поместить дополнительный фильтр, любой там. Кто ватно-марлевую повязку туда кладет, кто вату. Многоразовые маски здесь шьют со вчерашнего дня. А заказы уже расписаны на две недели вперед. В основном обращаются предприятия, которые хотят обезопасить своих сотрудников. Насколько, на ваш взгляд, действительно это защитное средство? Ну, я считаю, что оно защитное, поскольку на данный момент никаких других вариантов нет. И все-таки мы работаем из натуральных тканей. Хлопковые маски у нас, они двухслойные. Я надеюсь, что нашим жителям города это поможет. Предприятие хочет выйти на розничную торговлю. Но пока минимальный заказ – 100 штук. В частном порядке многих выручают знакомые рукодельницы. Архангелогородка Екатерина Боровая поставила изготовление масок на поток. Лекала нашла в интернете. Для своих родных и близких я решила шить маски из хлопка, из сатина. Двухслойные. И красиво, и надежно. Те, кого миновали уроки кройки и шитья, могут прибегнуть к мастер-классам по изготовлению масок, коими полон интернет. Свою видеоверсию выложила даже Карпогорская больница. Ведь в медучреждениях тоже дефицит этих изделий. Маска будет состоять из 8 слоев. Маска будет примерно размера половины А4. Хотите – шейте, хотите – покупайте, если найдете. Но обратите внимание на еще одно замечание Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики. Так что избегайте лишних контактов, чаще мойте руки, дезинфицируйте предметы. Алексей Корельский, Светлана Михеевская, Регион 29. В Северодвинске с сегодняшнего дня по городу курсирует специальная машина с репродукторами на крыше. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о ваших родителях. Берегите себя. Обычно это авто помогает в организации звуковой трансляции городских мероприятий. Теперь новая задача – оповещение населения о требованиях в режиме карантина. Спецтранспорт выделила звездочка. У нас это штатная аппаратура. Обычно мы на 9 мая ездим с ней, то есть по яграм. А так обычно автомобильный усилитель, плеер, два аккумулятора и все. Ну и 8 динамиков на крыше. Громкости хватает, чтобы услышать информацию, сидя в личном авто. Голос из репродуктора напоминает прохожим о важности остаться дома, а выходить на улицу только в медицинских масках. Кто-то снимает, кто-то показывает, что хорошо. Так, в основном-то народ-то принимает нормальное вроде бы. Какой у вас маршрут? Где курсируете? Старый город у нас. В общем, до Ленина мы, Первомайская, Железнодорожная, Южная, Беломорская. Сообщения об ограничительных мероприятиях будут транслироваться ежедневно с 10 до 12 и с 16 до 18 часов. По выходным оповещения будут звучать дольше. Пока такие меры продлятся до конца объявленной президентом нерабочей недели. В новых условиях для многих обычный раньше поход в магазин постепенно становится событием. Для других доставка еды повседневностью. О том, стали ли популярнее онлайн-заказы у жителей Архангельска и безопасны ли они, расскажет Алексей Макеев. Думая раньше, где заказать готовую еду с доставкой домой или в офис, мы прежде всего руководствовались рекомендациями друзей, коллег или личным опытом. Как говорится, не раз заказывали, все было хорошо. Сегодня к этим параметрам добавился еще один – безопасность. Учитывая, что все мы находимся в изоляции по причине распространения инфекции, волей-неволей возникает вопрос, а в каких условиях готовится еда, которую мы заказываем? Конечно, заглянуть на каждую кухню, закрытых для посещения ресторанов и кафе, мы не можем. Вот и приходится довериться тем предприятиям, которые уже имеют хорошую репутацию. Многие из них в новых условиях начали осваивать онлайн-доставку. Так как сейчас тема доставки очень востребована в городе, и для того, чтобы сохранить коллектив, мы, естественно, открыли направление доставки, чтобы повара и официанты смогли также продолжать работать и радовать наших горожан. Разумеется, в условиях ужесточения требований к гигиене на таких предприятиях большее внимание стали уделять вопросу санитарно-эпидемиологической безопасности. Ситуация способствовала не только расширению предложений для онлайн-заказов, так спрос на традиционную пиццу вырос в три раза. У нас увеличилась доставочка, мы подключили больше работников-водителей. Утром мы меряем температурку, все работают в перчатках, в масках. Обеззараживающие средства у нас на каждом столе у каждого сотрудника. То есть к этому мы отнеслись очень серьезно. Доставка продуктов питания также востребована больше обычного. И, скорее всего, тенденция будет сохраняться. Однако в данный момент ритейлеры не торопятся развивать это направление даже в пределах Архангельска. В бою с коронавирусом все средства хороши, решила жительница Соломболы и принялась самостоятельно дезинфицировать подъезд. Уборщицы там, конечно, есть, но это случай, когда помощь точно лишней не будет. На борьбу с заморским вирусом ее сподвигло самое дорогое – здоровье родителей, которые сегодня особо нуждаются в защите. Две недели назад начала с малого, стала протирать поверхности только рядом со своей квартирой. Дальше – больше. Протираю все стены, двери, дверные ручки, мусоросборники, потому что люди много везде ходят, где. И неизвестно, кто где с кем общался. Поэтому, чтобы защитить своих родителей, своих соседей, ну и себя в частности. Хочется, чтобы все активизировались, хочется, чтобы все стали заботиться не только о себе, но и о близких. Выходит на лестничные марши каждый день и не по разу. В ход идут подручные средства, тряпки, бытовые дезинфекторы. И даже если карантин затянется, свою санобработку женщина не намерена заканчивать. Пенсии за первую декаду апреля профинансированы досрочно. Речь идет о тех, кто получает деньги с 3 по 12 апреля. Зачисление средств на апрель банковской карты началось еще 27 марта. Если пенсионер получал выплаты в почтовом отделении, то теперь ему не нужно идти за пенсией самостоятельно. Почтальон принесет деньги на дом не позднее установленной даты. Досрочно будут доставлять и выплаты к 75-летию Победы. В Архангельской области ее получат больше 7 тысяч человек. Кроме того, с 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии на 6,1%. В прошлом году ее размер составил 9266 рублей. На период повышенной готовности и режима всеобщей самоизоляции в регионе продлены меры соцподдержки населения автоматически. Речь идет о детских пособиях и выплатах при рождении третьего ребенка, перерегистрации многодетных семей, выплаты субсидий на оплату ЖКХ. Все эти выплаты у нас продлеваются автоматически. То есть заявителям не нужно подходить в отделение социальной защиты населения. Эти выплаты продлеваются на период режима повышенной готовности, который действует на территории Архангельской области, и плюс еще на три месяца после этого периода. После отмены режима повышенной готовности граждане, получающие такие меры поддержки, должны будут в течение трех месяцев подать документы в отделение соцзащиты для продления выплат. В Каргополе задержаны подозреваемые в сбытии наркотиков в крупном размере. По оперативным данным, 34-летний ранее судимый мужчина организовал поставки как лично, так и через посредников в Каргополе и других поселениях. Распространители каждый день отчитывались перед поставщиком об объемах продаж, передавали ему выручку, взамен получали денежное вознаграждение и новую партию товара. Во время обысков оперативники изъяли свыше 300 граммов синтетики. Возбуждены уголовные дела. Наркодилерам может грозить до 20 лет тюрьмы, подозреваемые сейчас под стражей. Отходы с контейнерных площадок во время самоизоляции вывозят ежедневно крупногабаритный мусор один или два раза в неделю. Как отмечает рекоператор, из-за особого режима существенно увеличилась доля отходов, вывозимых от жилых домов. Вместе с тем произошло снижение образования ТКО на площадках у торговых центров и офисных зданий. Как в условиях самоизоляции работает компания Эквинтегратор, поговорим об этом завтра в прямом эфире в рамках программы «Открытый регион». Свои вопросы можно задавать уже сейчас, если вы позвоните по телефону 211-385, код архангельска 8182, а также оставляйте сообщение в группе информагентства «Регион 29» ВКонтакте. Итак, программа «Открытый регион» уже завтра на нашем телеканале в 19 часов 20 минут. Далее немного рекламы, а после продолжим. Ресторан «Генацвали» в режиме онлайн. Любимые блюда грузинской кухни с доставкой на дом. Телефон 44-48-13. С меню ресторана можно познакомиться на сайте генацвали29.ру или в аккаунтах в социальных сетях. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. Более миллиарда рублей за пять лет на реализацию госпрограммы устойчивого развития села обсудили в правительстве региона. Привлечение средств госпрограммы позволило построить более 85 тысяч квадратных метров жилья, создать 252 дополнительных места в сельских школах и детсадах, а также ввести в эксплуатацию три ФАПа и другие социальные объекты. Темпы неплохие набрали за предыдущие годы и по реализации жилищных программ, и по дорожному строительству, по газификации, по строительству объектов социально-культурного назначения. Поэтому мы с текущего года уже перешли, как вы сказали, на реализацию мероприятий программы комплексного развития сельских территорий, которая и более масштабная, и объемная. По объемам привлеченного федерального финансирования Архангельская область стала второй среди регионов страны, благодаря чему мы получим почти полтора миллиарда. На эти деньги возведут школу в Шалакуша, терапевтическое отделение ЦРБ в Красноборске, капитально отремонтируют три сельских клуба, детский сад, библиотеку и другие объекты в разных районах Архангельской области. 35 лет сегодня исполнилось с момента, как Веркале открыл двери литературно-мемориальный музей имени Федора Абрамова. Там уникально и интересно все. Истории, экспонаты, хранители музея. Увы, нам не удалось побывать в эти дни на Пинижье, но благодаря видеоархиву мы совершим туда маленькое путешествие. И Федор Александрович был знаком с ним, провожал его в последний путь и историю слышал от моей бабушки Анны Васильевны. Открытие отреставрированного дома Ивана Васильевича Иняхина стал настоящим подарком не только к вековому юбилею Абрамова, но и для местного музея, который 1 апреля празднует 35-летие. Ремонта здесь ждали давно. Уникальный Иняхинский дом, построенный на стыке 19-го и 20-го веков, простаивал в ветхом состоянии с 93-го года. А теперь как новый. Правда, название из биомузею решили сменить. Дом братьев и сестер. Потому что главными героями по экспозиции, которая будет размещаться в этом доме, мы все же делаем и семью Пряслиных, и действующие лица из романа Федора Александровича. Они будут жить в том доме. Хранит атмосферу абрамовских времен и сам литературно-мемориальный музей. Только вдова писателя Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова передала в его коллекции около трех тысяч предметов, а всего их более десяти тысяч. История музея поэтично сплетается с летописью красавицы Веркалы, сердце которой – памятные абрамовские места, притягивающие туристов. Вся экскурсионная программа, вся наша деятельность, связанная по развитию волонтерского движения, движения гостеприимства территории Кеннического района, реализуется на этой территории совместно с работниками музея и с жителями. К сожалению, свой день рождения литературно-мемориальный музей Федора Абрамова встретил в режиме изоляции, а это значит без торжеств и любимых посетителей. Сотрудники не унывают и готовят новый праздник. 35-летие планируют отметить на Всероссийской ночи музеев 16 мая. И, конечно, с нетерпением ждут как местных жителей, так и гостей. Владлена Романова, Наталья Пулина, Дмитрий Черноусов, «Регион-29». Капитан остается в команде. Лидер хоккейного клуба «Водник» Евгений Дергаев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на пять лет. «Водник» в целом сохранил костяк команды. Помимо Дергаева, новые соглашения подписали еще девять игроков основного состава. В их числе молодой нападающий Илья Насекин, который прошлый сезон провел на правах аренды в Нижнем Новгороде, и полузащитник Михаил Сергеев, которого «Водник» брал в аренду у московского «Динамо». Радуюсь, что мы заключили несколько долгосрочных контрактов с своими ребятами. По изменениям, ну, у нас, мы думаем еще над одним игроком, чтобы пригласить. Игрока в среднюю линию, ну, там не один игрок, там несколько игроков, кандидатов. Вот мы выбираем, нужен нам он, или, может быть, мы ограничимся именно вот этими 18 игроками. А так, в принципе, я считаю, что телекция закончена у нас. Покинули «Водник» шесть игроков. Самая ощутимая потеря – это вратарь Роман Черных. Впрочем, замену ему нашли в Архангельске из московского «Динамо». Возвращается голкипер Андрей Рейн, который уже защищал цветоводника с 2014 по 2017. Также первый контракт с основной командой заключил капитан дубля «Желто-зеленых» Михаил Лисюк. В Архангельской области введен режим полной изоляции. Выходить на улицу запрещено, не подвергая опасности свою жизнь и жизнь других людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова